Зачистку домов Рязанский СОБР начинает с блокировки периметра. По легенде, где-то здесь скрываются два террориста. Где именно, спецназу еще предстоит выяснить, поэтому парни в зеленом работают комплексно. Идут от здания к зданию. Снайперы на заборе сразу берут в прицел придомовую территорию. Штурмовая группа аккуратно входит. Группа из восьми человек пытается досмотреть. И, естественно, из этих же восьми человек выставляется блокирование. На самом деле, это очень сложное мероприятие. Таким количеством народу здесь не справится. Но мы просто пошли от сложного к простому. Быстро сейчас запишем те ошибки, которые были допущены. Естественно, проведем работу над ошибками. Минимум разговоров, максимум внимания. В первом доме чисто, пора переходить к следующему. И снова в авангарде идут снайперы. Со стороны может показаться, что группа зачистки действует слишком академично. Но поверьте, в реальных боевых условиях скорость их движения еще ниже. Все прекрасно понимают, цена ошибки здесь – человеческая жизнь. Тактику захват с наскока спецподразделения стараются уже не применять. Внезапность и молниеносность – это, конечно, хорошо, но при этом слишком высок риск серьезных боевых потерь. Опыт в таких делах – штука важная, а порой и жизненно необходимая. Если они не увидят, будем отключить, будем отключить, будем отключить, будем отключить, будем отключить. Шаг за шагом, сантиметр за сантиметром. Наблюдатели замечают движение в подвале. В самом дальнем углу обнаружен подозрительный тип. Игра в кошки-мышки для него закончена. Парни, никто не заходит сюда. Медленно развернулся. Внимание, шин. У нас один торвайчик. Начинаем углу досмотр. Понятно, что для полноценной симуляции антитеррористической реальности парням не хватало поддержки. Отсюда и тактика. Хотя обычно, когда о боевиках известно все, в дело вступает тяжелая бронетехника. А уже потом спецназовцы выводят бандитов. В большинстве случаев, правда, выносят. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok